Въезжают в Австрию при автобанах, при автострадах. Тоже такие цены есть. Я позавчера заправлялся по Евро-55 грузовую машину, потому что уже резерв. Проехал на резерве около 200 километров и решил не рисковать. Думаю, заправлю литров 200-250. А потом, если езжу по некоторым поселкам, городам, я знаю, куда уже съезжать, если времени еще много, то заправляешь уже по Евро-19, Евро-20, Евро-25, то есть подешевле. Та же заправка, только что в поселочке небольшом или где-то в городе, оно дешевле, ежели при автостраде, при автобане. Такая политика. Не знаю, не знаю. Так что машину можно тут реально купить. Самое проблемное немного в этом плане, насколько я понял, если хочешь уехать отсюда на этой машине, то есть тебе надо это как-то решать. Я не узнавал до конца. Я так просто спрашиваю. Это если ты выбрал себе машину, есть кто-то, кто привезет на Лафете, или же можно позвонить ребятам. Я выбрал машину, купил. Есть место свободное на Лафете. Заберете ее, заберем. Сколько денег? Столько денег. И все. Тоже, что за Лафету заплатишь, и что ты на бензин потратишь в Швейцарии, допустим, если ехать, то лучше за Лафету заплатить. Так как там будет не одна машина ехать, а будет ехать в зависимости, какая Лафета. И если ехать самому, то я не знаю этой процедуры, сколько она стоит. Надо узнать. Заник сигнал, чем есть. Так, чтобы было на всякий случай. А так это копеечная, на любой таможне тебя отправят, или говоришь... Говоришь хозяину, потому что очень много сейчас вижу, что не надо ехать за этой машиной. Это пошла такая мода. Сам хозяин тебе пригонит эту машину прямо на любую таможню. Подпишешь с ним на месте. Сюда непонятно я, где-то заехал. Первый, второй, третий. Третий и третий. Зменяю трасы. Да, немного не туда заехал. Но ничего. За 450 метров. Скрэнч и вправо. Заговорился. Ну и привезут тебе эту машину на таможню. И все, и отдадут тебе. И в том плане. Ну а так как у них еще очень здесь популярно вот это, я, конечно, не знаю, как это работает, как это действует. То есть ты получаешь одни номера, и на одних номерах у тебя могут ездить там образно две, три, четыре машины. Ну я не знаю, как это работает. Ну оно работает. Ну и вот, когда транзит, из-за чего, потому что очень много, смотрю, под домом стоят машины. Стоит машина, новая, абсолютно новая машина. И у нее нет номеров. Приезжает, естественно, там хозяин, ставит машину и, допустим, меняет номера в выходной день. На следующую машину зацепил их и поехал. Я не знаю, как это выглядит с дупликаторами, со всей остальной. Но с одной стороны оно прикольно. Одни номера и сколько машин. Ну и понятно, что в каждом типпаспорте есть дата продукции, месяц и все остальное. Там не знаю, по поводу месяца, но год, время. Но месяц есть, по-любому должен быть. Марка и в том плане объем двигателя, все разное, естественно, будет. А разве что купишь две, ну, а, даже если две одинаковые купишь и в один день машины, то все равно оно как-то... Номер кузова будет, шасси или еще чего-то раз, другой будет. Так что, такие пиражули у бабули. Вот. То есть, оттуда, сверху, где мы ехали, должны были быть видны вот эти, вот эти впереди стоящие маленькие альпийские горки. И мы были на уровне тех бугорков. Малюсенькие. Так как дождь... Дождик, дождик. Моросень. Моросень. Звонил мне кореш, но так как мне осталось буквально пару километров до австрийской границы, чтобы у меня переключилась связь на австрийскую границу, так как здесь за минуту очень дорого... Звонил. Моросень. Баааааааааааааааааааобhowаааааааааааааааааааааааааааааа! Но я не делила Горосень. обще чисто specific как говорили, что предложили? olen. Продолжение следует...